Юрий Яковлев Слон в гостях Давайте к нам в квартиру, в обычную квартиру, в московскую квартиру, пригласим слона. Слон очень удивится, но всё же согласится. Гремят на кухне крышки, стоит в буфете звон. Страдая от одышки, в квартиру входит слон. — Простите, мама дома? — Простите, папа дома? На гвоздь повесил шляпу и ноги вытер он. И сразу стало тесно, но очень интересно. Очень интересно, когда в квартире слон. Очень интересно, когда закурит он. Мы морщимся от дыма, дышать невыносимо, уж лучше б не курил. Он долго извинялся. — Простите, что курю. — Хотите выпить чаю? — Хочу. — Благодарю. Он выпил чашку чаю и десять чашек чаю, и двадцать чашек чаю, и тридцать чашек чаю, и сорок чашек чаю. Я вовсе не шучу. — Чего теперь хотите? — Я танцевать хочу. Скрипят полы и рамы, качается балкон. Сегодня с нашей мамой танцует слон. И если бы пластинка не кончилась в тот час, наш дом бы развалился, уверяю вас. Потом он с нашим папой в шахматы играл, и хоботом фигуры он переставлял. Слон съел коня, и папа съел коня. Пока они играли, стояла тишина. Лишь под тяжелым гостем скрипел и гнулся стул. Кто выиграл, я не помню. Вернее, я уснул. А утром просыпаюсь, куда девался слон. И все мне отвечают, что вовсе не был он. Конец. Читала Тараканова Елена Продолжение следует...